Добрый день! Меня зовут Константин, подпишите сейчас. Так, видимо слышно. Отлично. Хорошо. Сегодня наш вебинар будет посвящен торговле и акциями на американском фондовом рынке. И в отличие от прошлой серии вебинаров, которые проходили в прошлом году на протяжении трех месяцев подряд, в этой серии вебинаров мы начнем с самых-самых-самых азов американского фондового рынка. И где-то только через неделю-две, по два вебинара в неделю, перейдем к практике. Приняли мы такое решение уйти от практики с самого начала по причине того, что достаточно много наших клиентов пишут на форум о том, что не хватает теоретических знаний и хотелось бы с самого начала правильным образом вникнуть в структуру работы на Нью-Йорке. Расскажу пару слов. Этот данный курс, который мы написали в этой компании, он базируется на том курсе, по которому обучался я в 2007-2008 году, в самом начале своей карьеры. И, собственно говоря, начинается с самого начала, это с экономики. Собственно говоря, для тех, кто по каким-то причинам решил торговать, инвестировать в американский рынок ценных бумаг, я буду вкратце, насколько это вообще возможно, дать ту базу, без которой торговлю лучше вообще не начинать. Так как большинство интересующихся торговлей на фондовом рынке уже знакомы с рынком Форекс, для начала стоит предназначить основные отличия. Также прерывусь, попутно можете задавать свои вопросы в чат, с удовольствием на них отвечу. На американском фондовом рынке листается уже более 8000 торговых инструментов, из них можно торговать на три дня порядка 800, то есть это 800 высоколиквидных инструментов. На рынке Форекс порядка 50 валютных пар, плюс несколько металлов, сырьевых инструментов, индексов и фьючерсов. Всего около 150-200 инструментов максимум, причем почти все из них, скажем так, являются экзотикой, с большим спредом. И основных только по пальцам пересчитать. Из этого следует то, что на американском фондовом рынке с любой стратегией каждый день с вероятностью в 99,9% можно найти свой сетап и заработать денег. В отличие от Форекс, где люди с достаточно сложными системами не так часто входят в рынок, как правило. Что касается спекуляции инвестиций, то в отличие от инструментов на Форекс, фондовый рынок позволяет не только совершать спекулятивные сделки внутри коридоров, в которых, как правило, зажаты инструменты на Форексе, но и инвестировать средства на периоды длительностью месяц, год, несколько лет. Выходящие новости могут иногда кардинально менять картину в акциях отдельно взятых компаний, давая тем самым предпосылки к очевидным и предсказуемым движениям определенных инструментов. Фондовый рынок, по сути своей, это инструмент роста. И даже краткосрочные провалы рано или поздно оборачиваются, в общем-то, грандиозным ростом. Это мы видим даже по нынешнему графику SPY, S&P 500. В любом случае, на фондовом рынке время работает на вас, и грамотно зайдя в позицию, вы можете с достаточно большой уверенностью предположить, что через 5-10 лет вы приумножите свой капитал достаточно. Особенно если понимаете те новости, которые выходят, и глобальные новости по рынку, и новости по индустриям, и по конкретным компаниям, зная их продукты. Также хочу сказать, по крайней мере, из своих наблюдений, что технический анализ, также как фундаментальный на самом деле, гораздо лучше, опять же, для меня, работает на американском фондовом рынке. Связано это с тем, что за последние лет, наверное, 100 американский фондовый рынок оброс целой индустрией информационных ресурсов, которые позволяют достаточно быстро и четко отслеживать новости и по конкретным компаниям, и по индустриям, и заявлениям различных влиятельных людей, из фондов, банков, правительства, которые так или иначе влияют на рынок, как в целом, так и на конкретные компании. Плюс, в отличие от валютных пар и сырьевых инструментов на Форексе, любая компания, листающаяся на Нью-Йорке, Насдоке, в первую очередь, это компания, которая предоставляет какую-то услугу или выпускает какой-то продукт. А в продукте, просто применив свой здравый смысл, можно, четко понимая этот продукт или услугу, можно для себя составить определенное мнение, каким образом будет развиваться эта компания, каким образом будет ли этот продукт вообще востребован рынком. Также, опять же, перейдя к той информационной индустрии, которая вокруг фонда ОВНК США сейчас так хорошо развита, достаточно много статей касательно любой компании, можно найти в любой день в открытых источниках. То, как это делается, мы обязательно затронем в последующих вебинарах, посвященных отбору бумаг и торговле. Сейчас же хотел бы просто перечислить те отличия, которые, как я вижу, по крайней мере, которые позволяют мне убедиться в том, что все-таки мне место на Нью-Йорке, Насдоке. Окей. Что касается экономики и рынка, это самая главная движущая сила рынка в целом. И, наверное, самой главной новостью экономической, как на Форексе, так и на фондовом рынке, является федеральная процентная ставка. Если для валютных пар есть определенное понимание того, почему это важно, несколько с другой точки зрения, то для нас, с фондового рынка, нам важно, насколько дешево бизнес может взять кредит на свое развитие. И так или иначе, это зависит именно от федеральной процентной ставки. То есть, в целом можно сказать, что когда ставку снижают, бизнесу дешевле обходятся кредиты на развитие. Когда ставку повышают, деньги становятся дороже, и развиваться бизнесу становится сложнее. И это самый главный постулат. Из этого следует то, что при нагнетении информации о дальнейшем повышении процентной ставки, так или иначе, волатильность на рынке несколько снижается. Следующий достаточно важный момент из тех новостей, которые в данном рассказе я расположил для себя по мере важности, и вторая важная новость экономическая, это валовый национальный продукт GDP, growth domestic product. Валовый внутренний продукт измеряет общую ценность продуктов и услуг, которые производят как внутри страны, так и за рубежом. GDP является самым важным экономическим индикатором в состоянии экономики. И для США, наверное, таким правильным, хорошим показателем является 2,5-3% в год. И если мы растем примерно в этом диапазоне, то так или иначе, рынок движется понятней. Я не могу сказать, что сама эта новость каким-то образом сразу же влияет на весь рынок. Но каждый из ниже перечисленных новостей ждет рынок в целом весь. И на этих новостях, зная, когда они выходят, зная, примерно на какие сектора экономики и они влияют в основном, можно ожидать, по большому счету, волатильность и движение. То есть, обмен объемом среди больших институциональных инвесторов. Именно те места, именно в тех моментах, когда мы можем заработать. Но, поскольку этот курс мы читаем, в основном, для тех людей, которые не знакомы с фондой, могу сказать так, что в первое время, а первое время, это там 2, 3, 4, 6 месяцев, пока люди не освоились на рынке в полной мере, правильно отслеживать эти новости, не быть в позиции в этот момент. И уже после прохождения той или иной новости, смотря на те акции, на те акции, на те индустрии, на которые новости выходили, делать свои выводы по поводу того, каким образом дальше пойдет конкретные инструменты и индексы в целом. Здесь мы перечислили основные новости и удобно их смотреть. То, что я рекомендовал и на первой серии вебинаров наших в прошлом году и сейчас, это сайт briefing.com, briefing.com, сейчас я скину его в чат, и экономический календарь на нем. Это хороший, открытый, общедоступный источник, который отражает абсолютно все новости. Собственно говоря, в начале рабочего дня, будь вы трейдером Форекс, хотите начать торговать на фонде, правильнее было бы начинать свой рабочий день, зная, когда и во сколько выходят те или иные новости. Потому что, так или иначе, они все, на них реагирует рынок. Окей, с новостями так или иначе мы разобрались, давайте перейдем дальше. Что касается акций, что это такое вообще? Я расскажу, как я это понимаю, как мне помогает это понимание торговать. То, что деньги уже давно служат не просто средством при обмене какими-либо услугами или продуктами, а в основном как стартовая площадка для добычи новых денег. Не вдаваясь глубоко в дебри экономической теоретики, скажу, что для регулирования современной экономики развитых стран правильным, правильным образом у вас есть несколько вариантов того, каким образом вы будете расширять свое производство. Допустим, вы предприниматель и у вас есть продукт или услуга. Чтобы развиваться, у вас есть три пути расширения. Частенько для больших компаний все эти три пути они так или иначе переплетаются и правильное развитие идет по всем трем направлениям. Нас же интересуют ценные бумаги, но у вас есть три варианта. Накопить денег на новые средства производства, откладывая их из полученной выручки. То есть, у вас есть небольшой свечной заводик, вы бортаете свечки и часть выручки у вас уходит на дальнейшее развитие. Будет ваше развитие достаточно долгим, не факт, что произойдет в ближайшее время. И таким образом, скажем так, строить планы по развитию можно только учитывая то, что ваши внуки будут действовать также руководительским заводиком. Второй вариант это занять деньги на развитие у банка. Такие вещи, естественно, в наше время тоже имеют место быть. Как мы говорили про правопроцентную ставку, про то, что постоянно все компании действительно берут деньги в кредит, большая часть у банков, но если вы достигли определенного развития, при котором ваша налоговая отчетность уже может быть публичной, когда ваша бизнес-модель понятно, описана и вы верите в нее, вы понимаете, что развитие будет, вы устраиваете так называемое роуд-шоу, когда совместно с лестниковым агентством, которое помогает вам разместиться на бирже, вы ездите по потенциальным инвесторам, будь то банкам, фондам или просто большим инвесторам и рассказываете им о своей бизнес-модели, о своем продукте и предлагаете еще до первичного размещения купить ваши цены, купить ваши акции. После этого происходит первичное размещение на бирже, при котором, как правило, после которого в хороший рынок, если вы правильно подгадали момент, когда рынок растущий, когда экономика еще не перегрета, но уже двигается хорошими темпами вверх, то ваши ценные влаги размещаются и после этого первые инвесторы, которые вложились, они, как правило, получают дополнительные профиты только за счет того, что вы вышли просто на биржу. После этого ваши ценные бумаги начинают торговаться в свободном полете и тем самым увеличивая, если они растут, или уменьшая, если они падают, вашу капитализацию. Хотел бы сказать, что финансировать через фондовые рынки это проверенный и надежный способ для компаний для привлечения дополнительного капитала, для того, чтобы еще быстрее начать развиваться и обогнать своих конкурентов. Окей, про то, что такое акции, и для чего они нужны, я, наверное, рассказал. Если есть вопросы, обязательно спрашивайте. Окей, нам стоит перейти к торговым площадкам. Что касается торговых площадок, то сейчас это, наверное, достаточно простой вопрос, потому что если до 2000-х годов, до середины 2000-х годов между New York Stock Exchange, Нью-Йоркской фондовой биржи и Наздуком Национальной ассоциации ценных бумаг, дилер ценных бумаг автоматического квотирования, была большая разница, потому что на Нью-Йорке, на Нью-Йоркской фондовой бирже сидели так называемые специалисты, которые следили за теми акциями, которые им подведомственны, которые были достаточно сложные правила, регулирующие их торговлю и акциями, где они зарабатывали в основном внутри спреда и проводили сделки больших инвесторов частично вручную, то где-то с середины 2000-х, где-то уже 2007-2008 уже специалисты было практически не видно в ленте, в графике. и так или иначе сейчас почувствовать разницу в ценных бумагах листающихся на Нью-Йоркстах, Ченч или на Насдайте практически невозможно, особенно если вы только начали работать, да и, наверное, не нужно. Также есть несколько электронных торговых площадок, таких как, например, БАЦ, через которых у нас проходит ликвидность на нашей платформе. Их порядка 12, у них есть разная ликвидность, разная скорость исполнения, но все же так в современных терминалах, как правило, вы имеете возможность доступа ко всем бумагам, представленным на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Насдеке. Собственно, как и у нас. Сейчас, как я уже и говорил, для трейдера не имеет особого значения, на какой американской бирже торгуется компания, главное, чтобы был доступ к операциям с ее акциями. Время работы биржи в будни с 9.30 до 16.00 по Нью-Йоркскому времени. Выходные субботы, воскресенья и праздничные дни в США. Собственно, говоря, найти всю эту информацию по праздникам в США несложно и частенько также мы информируем наших клиентов, когда и по каким дням короткие дни на бирже и почему также мы информируем письма клиентов, когда выходные на бирже. Окей. Про торговые площадки. Если есть вопросы, обязательно задавайте. С удовольствием на них отвечу. Сейчас перейдем к такому самому с одной стороны простому, интуитивно понятному, а с другой стороны многие, даже тех, кто достаточно неплохо трейдает, не очень понимают вообще смысл закона спроса и предложения. Я в данном вебинаре очень хотел бы объяснить это максимально просто, для того, чтобы вам было понятно. Одним из самых важных отличий фондового рынка для меня является недостаточная ликвидность конкретной бумаги на каждом цене цены. Я бы очень хотел, чтобы вы акцентировали свое внимание именно на этой фразе. В отличие от Форекс, где рынок является нецентрализированной площадкой, есть определенные провайдеры ликвидности, есть определенные банки, которые выпускают скажем, ежесекундно, каждое мгновение свои котировки, по которым могут пройти сделки. И по большому счету их ликвидность внутри дня практически плюс-минус ничем не ограничена, кроме как возможностью займа в дальнейшем средств у банков выше. То количество акций на фондовом рынке оно строго регламентировано. То есть на каждом центе цены сосредоточены объемы конкретных людей, и эти объемы они конечны. И цена как раз-таки двигается, когда превалирует одно настроение над другим, и одни съедают объем других. Ну условно, то есть происходит это из-за того, что количество акций не бесконечна, и идет их постоянное перераспределение между участниками рынка. Участники рынка выставляют свои заявки на разных центрах цены. И цена влияет на спрос. То есть, если цена акции ниже ожидаемой участниками рынка, то спрос повышается, и покупатели, разобрав весь предложенный продавцом объем по данной цене, начинают искать ликвидность выше. так будет продолжаться, пока покупатели будут устраивать цена. А с течением времени цена на акцию повышается до тех пор, пока еще имеется перевес в сторону объема, который хотят купить, над объемом, который желают продать. Когда цена, по мнению большинства игроков, выходит слишком высоко, то спрос падает, и усиливается предложение. То есть, объем предложения о продаже начинает превышать объем на покупку. И удовлетворив всех покупателей, по определенной цене, продавцы начинают искать ликвидность ниже. Точно так же, как покупатели искали ликвидность все выше. Что вызывает снижение цены, по которым проходят сделки. По поводу закона спроса и предложения. То есть, в отличие от Форекс, здесь на котировке представлен объем реальных покупателей и продавцов. Они могут быть где угодно. Это могут быть институциональные инвесторы, это может быть ваш лимитник, который стоит. И если его съедают, то цена проходит выше, ниже, в зависимости от того, где вы стоите. В этом есть суть закона спроса и предложения на Нью-Йорке. Своими словами. Я надеюсь, я очень понятно объяснил. Окей. Хорошо. Давайте перейдем к участникам рынка. То есть, участников рынка на самом деле не так много. То есть, есть институциональные инвесторы, это пенсионные фонды, банки, инвестиционные фонды, то есть, это тот скелет рыночного организма. Это именно он определяет поведение рынка в целом, степень их присутствия в каждом конкретном инструменте, определяет динамику движения этого инструмента. Очень часто видно, что вообще все бумаги так или иначе отличаются. И чем больше вы трейдаете, чем больше вы знаете бумаг, лично, как говорится, в лицо, вы понимаете то, чего можно ожидать от бумаги, потому что каждые бумаги трейдают наполнены определенным количеством объема и так или иначе они даже трейдаются по-разному. И, как правило, вот этот стандартный паттерн поведения бумаги, он зависит как раз таки от степени присутствия институциональных инвесторов в нем. То есть, институциональные инвесторы, они так или иначе пронизывают весь рынок. Их деньги делают рынок. И они являются скелетом этого рыночного организма. Именно большие финансовые институты являются теми участниками, кто не просто стабильно и профессионально делает деньги в рынке, а формирует его своими действиями. Нам, как трейдерам и инвесторам, опирающимся на здравый смысл в основном, и желание приумножить свой капитал, стоит четко чувствовать пульс их деятельности, то есть внутри каждого инструмента и в рынке. И по различным критериям, о которых я расскажу в дальнейшем более практических частях данного курса, надо отслеживать поведение инструмента именно по ним и так или иначе стоять в сторону, понимать, куда устремлены интересы инвесторных инвесторов и в какую сторону они ждут инструмент в будущем, потому что так или иначе, если есть те представители рынка, которые всегда зарабатывают в нем, для которых это их профессия, значит, просто понимая, каким образом они набирают бумагу в ту или иную сторону, можно примерно представлять, ну, достаточно четко, как я знаю, можно представлять, куда устремится рынок, да, конкретный инструмент или индустрия в целом, и так или иначе, как раз именно на них нам и надо кататься. Второй участник рынка, да, условно обобщенный, это HFT протоколы или более привычные роботы. Роботизированная торговля постепенно входила в обиход в 2000-х годах, ну, в основном, да, а в 2010-м уже полноправно стал, если не основной движущей силой, то уж точно тем, без чего уже не представишь рынок в его нынешнем виде. Использование HFT протоколов, это, ну, это отдельная тема, да, поскольку я не являюсь HFT трейдером, да, я торгую руками, да, я в основном опираюсь на фундамент, да, если кто-то смотрел прошлый вебинар, вы примерно представляете, каким образом торгую я, но обязательно на использование HFT протоколов, это отдельная тема, и обязательно на нее надо посматривать, потому что так или иначе с опытом приходит, скажем так, такое понимание, где они реально работают, каким образом они работают, каким образом по определенным критериям можно вычислить их работу, а именно HFT протоколами и работают институциональные инвесторы. Не так много позиций, которые институционалы берут руками, очень часто запускаются как раз-таки торговые роботы, которые набирают для них позицию, а зная, каким образом эти торговые роботы, их стандартный, скажем так, паттерн набора, да, и сопоставив их с рынком в целом и его положением в данную секунду, и можно строить свои предположения по тому, куда дальше пойдет бумага. Ну, окей. Следующие участники рынка это малоопытные трейдеры и непрофессионалы. Данная категория участников рынка самая разношерстная. Тут и студенты, мечтающие о баснословных деньгах с минимумом вложения, и почетные пенсионеры, инвестирующие в рынок, но не осознающие во что именно, да, как, частенько. Но всю эту группу отличает одно, они практически всегда ошибаются. Рано или поздно им приходится либо снова пополнять свой депозит, либо уходить с рынка. Что случается крайне редко, части из них умудряются редко, но сформировать свой взгляд на рынок, который позволит им уяснить, как и что здесь можно делать, а чего нельзя. То есть из третьей группы, по крайней мере, на моем веку, рабочем, я видел считанные единицы людей, которые действительно сформировали свой взгляд на рынок таким образом, что это позволяет им зарабатывать. Но при этом это такой достаточно сложный, интересный и долгий путь. но эти люди обрели действительно такую материальную защищенность и понимание о том, что в принципе в любой рынок они могут сделать денег. И четвертый пункт это квалифицированные частные инвесторы, частные трейдеры и профессиональные инвесторы, опять же, которые сидят в небольших фондах либо дома. То есть это квалифицированные трейдеры, в основном в данную группу входят бывшие сотрудники серьезных финансовых организаций, будь то брокеров или банков или инвестициональных фондов, тех же хедж-фондов, которые управляют пенсионными фондами большими, которые набирают для них позицию. И их в рынке на самом деле немало, их достаточно много. Они уже знают, чем обусловлено движение рынка, движение отраслей конкретных бумаг, используя как фундаментальный, так и технический анализ. И при этом знают, как раз таки понимают, каким образом институциональные инвесторы набирают свои позиции, каким образом HFT протоколы работают, и по каким признакам можно судить о том, будет ли провал или наоборот взлеты, и каким образом формируют, еще на моменте формирования первичного движения, понимают, как трейдить. В основном они либо работают на себя своими средствами, либо организуют небольшие фонды, но так или иначе их тоже видно в рынке, особенно в не очень ликвидных бумагах. Собственно, с участниками рынка мы разобрались, и по-хорошему, как я понимаю, вероятнее всего, большинство из присутствующих на данном вебинаре относятся к третьей группе трейдеров, и очень бы хотелось, чтобы они перешли все-таки в четвертую. Шанс на это есть, я таких людей видел. А также можете просто перейти на наш сайт и посмотреть. В принципе, у нас там все достаточно четко разжевано. Да и в интернете можно прочитать про CFD, сравнить то, как выглядят CFD, каким образом они трейдаются у конкурентов, и насколько четкий сервис делали мы. По прошествии мы запустились относительно не так давно, месяцев 8-9 назад, если не ошибаюсь, а так уже полностью. Но я могу сказать, что даже за это время мы сделали очень хорошую работу. Действительно наш сервис действительно хорош. Более того, он абсолютно честный. Благо вы все знаете эту компанию. У нас вы молодцы. Я могу это сказать точно. Хорошо, все, давайте перейдем опять к теории теории. Я хотел бы рассказать про short и long. Я думаю, что большая часть из вас знает, что это такое, но мало ли. Опять же, short и long. По сути, направление движения на рынке только три. Вверх, вниз и горизонтальном коридоре. При этом зарабатывать мы можем в любом из этих направлений. То есть, у нас есть покупка в long, то есть, когда мы покупаем с расчетом на дальнейшую продажу по более высокой цене и разницу забираем себе. но также, когда инструмент идет вниз, мы можем, как говорят народе, играть на понижение. Это когда трейдер продает не принадлежащий ему актив путем займа его у своего брокера. В эр высоких технологий эта операция производится автоматически в торговом терминале, чтобы его впоследствии не занимает никакого времени. Вы не чувствуете разницы между исполнением лонга и шорта. И в дальнейшем откупаете эту бумагу обратно ниже и забираете также эту разницу. Вот собственно вся суть long и short. То есть, вы берете в аренду акцию у вашего брокера в случае, если вы шортите ее. Но для финального клиента на самом деле разницы никакой нет. если он не сидит в средний срок. как правило позиции в лонг у ряда брокеров даются чуть дешевле. То есть, плата за перенос позиции в лонг чуть дешевле, чем позиции в short. Но опять же, это зависит от разных бумаг. У нас более-менее усреднена. Для того, чтобы проще считать нашим клиентом. Ок. Следующий важный момент это ордера. Чтобы провести сделку, существует несколько вариантов. Первый вариант это ордер buy, market buy, market sell. То есть, ордер позволяет купить или продать инструмент по имеющейся на данный момент рыночной цене. Иными словами, отправляя ордер этого типа, вы заранее соглашаетесь на покупку указанного объема акции по цене. То есть, указанного вами при составлении этого ордера объеме. По цене представленной котировкой на данный момент его исполнения брокером. То есть, даже пока вы даже после нажатия клавиш